This conference will now be recorded. Курс чисто пользовательский. Он у нас читается уже достаточно давно, но естественно обновляется. Я Елена Гречко, я преподаватель пользовательских курсов. Курсов у нас очень большое количество, но я могу говорить только про 1С. У 1С документооборот. Есть так называемое файловое хранилище. Вещь очень полезная именно в контексте самой программы, в контексте автоматизации документооборота. Ну и собственно о чем пойдет сегодня речь, это о том, что можно сделать в части систематизации в хранилище файлов, как загрузить шаблоны, как создавать файлы с шаблонами, как работать с версиями файлов. Ну собственно то, что шаблоны позволяют упростить возможность работы с документами, я думаю это ни для кого не секрет, но в общем-то мне гораздо проще показать, чем, собственно, извиняюсь, чем непосредственно, непосредственно я буду сейчас и заниматься. Вот в данном конкретном случае, сейчас уберу сие творчество с экрана, оно не хочет убираться, вы представляете, что делает. Так, вот у меня, собственно, есть такая вот программа электронные документы оборот, это абсолютно как бы реальная программа, на которой мы учимся и показываем что-либо. У нас здесь в учебной базе введено количество пользователей, ну и собственно говоря, как я уже упомянула, речь пойдет непосредственно, извините, пока говорю, тут увлеклась, речь пойдет о хранилище файлов. Находится оно, соответственно, у нас с вами в разделе документы и файлы, вот оно файл, сюда можно подгрузить все, что угодно, то есть в общем-то здесь никаких ограничений у нас с вами нет, я имею в виду с точки зрения работы. Естественно, для удобства в хранилище файлов можно создавать папки, то есть создаются они через правую клавишу мыши, поскольку потом, когда, собственно, определяются права пользователей, права пользователей, то при создании папок файлового хранилища есть такой незабвенный принцип, то есть мы должны с вами учитывать в момент ограничения прав, а значит будут какие-то папки, будут какие-то файлы, к которым будет предоставлен доступ абсолютно всем и будут какие-то папки, какие-то файлы, на которые доступ будет ограничен. Ну так вот, если доступ будет ограничен, а это нормально, именно по этой причине, как правило, помимо папочек для общего пользования, папочек для общего пользования еще точно так же, сейчас я просто хочу масштаб побольше сделать, я знаю, что удаленно видно не очень хорошо, да, вот, помимо папок общего пользования, то есть те, которые будут доступны многим сотрудникам, еще, как правило, создаются папки с названиями отделов и на них в дальнейшем уже будут накладываться ограничения, то есть, например, вот у меня здесь, видите, есть, скажем, секретариат и доступ будут иметь только, например, сотрудники секретариата, ну и там еще кому дополнительно будет дано разрешение. Файлов может храниться очень большое количество, поэтому группировка по папкам и по под папкам, как видите, вот у меня здесь он и есть, она, конечно же, необходима, ну, по сути, в обязательном порядке. Ну, и что любопытного, что любопытного мы можем с вами делать, применяя хранилище файлов. Ну, в первую очередь, если в организации установлена программа электронный документ обороты, работа идет через нее, конечно же, вот это хранилище, это очень удобная вещь, хотя бы в том плане, что если сотруднику понадобится какой-то сертификат, он не будет беспокоить там других людей, он не будет метаться там по всему там этажу, к примеру, там, я не знаю, или по всему зданию, не будет отрывать никого от работы, а просто-напросто зайдет в это хранилище и файл этот великолепнейшим образом там найдет. Ну, когда программа только приобретается, вот эти вот все папки, это мое такое высокопудожественное творчество просто в качестве образца, но когда программа только приобретается, устанавливается в новой пустой программе, есть по умолчанию одна единственная папка, которая называется шаблоны файлов. Ну, и в первую речь, в первую очередь, простите, речь пойдет сейчас именно о ней. Я вот даже сейчас вот просто, чтобы пока буду рассказывать, заодно все-таки, все-таки для чистоты эксперимента лишнее помечу на удаление. Будет так интереснее. Вот эту папку ни в коем случае нельзя ни удалять, ни переименовывать. Собственно, на ней завязана как раз работа с шаблонами файлов. У каждой организации разрабатываются шаблоны, это ни для кого не секрет. Как правило, они есть у всех. Это и шаблоны приказов, это и шаблоны каких-то распоряжений и прочее, прочее, прочее. В первую очередь, конечно же, их можно и нужно, и должно загрузить в программу. Делается это либо через правую клавишу мыши, или через кнопку «Еще». Ну, соответственно, вот, посмотрите, здесь есть команда «Загрузить файлы с диска», можно грузить целыми папками. Ну, у меня вот есть, естественно, заготовка, несколько шаблонов для того, чтобы показать их загрузку. И, соответственно, в процессе загрузки, на что имеет смысл обращать внимание. Здесь, в окошке загрузки, есть две закладки. Но по умолчанию все видят первую закладку, но забывают про вторую. На второй закладке, как видите, первая опция вообще опасная, я бы сказала. Собственно говоря, скажем, если шаблоны файлов хранятся, например, на компьютере секретаря, так пускай они там великолепнейшим образом и останутся. То есть мы с вами, естественно, удалять файлы с диска после добавления в 1С не будем. Но и хранить версии, честно говоря, для шаблонов смысла нет никакого. Но если даже этот флаг оставим, то это никакой, никакого криминала в этом не будет. Загружаются, как видите, вот легким движением руки. Загружаются легким движением руки. И вот такое количество шаблонов. У меня их всего три штуки. В жизни их можно загрузить абсолютно неограниченное количество. А у всех звук пропадает. Хорошо. Спасибо огромное, коллеги. Вы уж извините, ради бога, но мне написали, что звук пропадает. Я понимаю, что связь бывает разная в нашей жизни. Соответственно, Ольга, если у вас пропадает звук, но в записи потом, если что, прослушайте. Потому что, видите, все остальные пишут, что все нормально. Ну, давайте я все-таки продолжу. Как я уже сказала, шаблонов можно загрузить неограниченное количество. А что мы можем делать далее с ними? А далее уже прямо в 1С, без всякой торопливости и спешки, можно создавать любые файлы на основе шаблона. Ну, давайте-ка, собственно, что-нибудь и создать. Собственно, постановка вопроса выглядит следующим образом. Я сейчас создам какой-нибудь приказ на основе шаблона. Благо, вот я вам только что показала, что подгрузить их, в общем-то, можно совершенно просто. Соответственно, как поступить практичнее всего? Удобность сначала определиться, определиться в какой папке в дальнейшем будет находиться наш документ, подчеркиваю, то есть уже файл, который мы создадим. Ну, давайте начну с приказа. Раз я про него сказала, значит, логично мне зайти в папку приказа. Далее нажимается кнопка «Создать файл» и, собственно, у нас появляется с вами выбор. То есть можно его сканировать, если файл, если сканер подключен к 1С, можно загрузить с диска и можно создать по шаблону. Естественно, мы с вами выбираем «Создать по шаблону». В открывшемся окне вот появляется выбор файла. И вот здесь еще раз хочу акцентировать момент, если вот кто-то из вас с этим столкнется, пожалуйста, над папкой «Шаблоны файлов» даже не дышите. Даже не дышите. Почему? Потому что, видите, когда я сейчас сказала, что мне надо создать по шаблону, обращение идет именно к папке «Шаблоны файлов», то есть именно к ней. И никак иначе. Поэтому вот то, что я уже упоминала в новой программе, эта папка присутствует всегда, и мы с вами к ней относимся нежно и бережно. Ну вот я выбираю шаблон «Приказ». По умолчанию, по умолчанию открывается служебная карточка файла. Имя предлагается тоже, что шаблон, но нам это с вами, естественно, не подходит. Хоть это и приказ такой, абстрактный, но все-таки это приказ. Это будет приказ. Ну, я не знаю, например, приказ о премировании. Хорошо звучит, согласен. У тебя звук. Приказ о премировании пусть будет. Далее, далее. Описание. Ну, это для будущих поколений, соответственно, здесь можно что-то писать, можно не писать. Ну и, собственно, в нижней части окна мы с вами видим служебную информацию. То есть, кто его создал. Я в программу вот входила сегодня под пользователем Малахова. Соответственно, сделаю его некой Малахова. И на закладочке «Прочее». На закладочке «Прочее» мы с вами уже можем видеть точную информацию о его создании. Куда он будет у нас с вами сохранен. Ну, и пока я еще не сохраняла, других данных нет. Но обратите внимание, стоит флажок «Хранить версии». Что далее? Далее, далее. Я могу сказать, что я хочу редактировать вот этот файл. Ну, и сейчас, смотрите, уже появилась основная информация. Ну, и сейчас покажу. У меня просто на втором мониторе запустился Word. Вот он. Да, уже документ у меня будет формироваться на основе шаблона. То есть, у меня будет приказ о примировании. У примирования. Упс. У примирования. Ну, и мне, чтобы показать именно функцию работы с версиями, мне придется создать несколько вариантов вот этого документа. Соответственно, когда создается файл, или вот в моем случае документ, да, приказ, на основе шаблона, ну, когда он полностью уже заполнен, то его просто закрываем и сохраняем. Теперь смотрите, что у нас с вами получается. Вот, ух ты, батюшки, видела же я, что что-то не так с этим документом. С этим документом. Ну, да, мелковато, поэтому извиняюсь, но прям раздражают ошибки. Пусть будет так. Кажется, теперь я уже все-таки, вот, видите, занят для редактирования. Я очень извиняюсь. Так. Итак, первое, это у меня будет, допустим, с ошибкой. С ошибкой. Значит, что получается в этой жизни, что получается в жизни, когда мы работаем с файлами. Ну, вот, в данном случае, если честно, как раз очень удачно, то, что я допустила ошибку, исходя из этих соображений, у меня будет возможность лишний раз кое-что показать. Ну, вот, есть некий условный документ, файл, над которым работает несколько сотрудников. Каждый сотрудник может открывать этот файл, и если есть права, то будет открываться у него файл только в режиме просмотра. Ну, то есть, вот, и не более того. Но, если есть права, то, соответственно, этот файл будет открываться в режиме редактирования. Нам, конечно, с вами сейчас интересен режим редактирования. Интересен он, хотя бы, вот, тем, вот, обратите внимание, что сразу зеленый цвет шрифта. То есть, все другие коллеги будут видеть, что файл занят для редактирования. Ну, наверное, я все-таки напишу еще какой-нибудь текст. Так, и вполне вероятная ситуация, вполне вероятная ситуация, когда с одним и тем же документом работает несколько сотрудников. Либо они вносят какие-то там свои дополнения, комментарии. Ну, я сейчас вот просто буквально дописываю там одно-два слова для того, чтобы было на чем показать. Соответственно, далее там кто-то поработал, тоже файл сохраняется. Но обратите внимание, что в программе файл все равно остается занятым для редактирования, для редактирования. То есть, если, например, сейчас покажу, кто-то другой из сотрудников зайдет в программу, зайдет в программу, то он это сразу увидит именно по шрифту. Что далее? Что еще для нас с вами может быть важно вот в этом случае? Почему вообще сегодня об этом пойдет разговор? Если у меня документ занят, ну вот я в данном случае некая Малахова, вот если я сейчас начну закрывать программу, то 1С мне выдаст вполне резонное предупреждение, что имеются занятые для редактирования файл. И тогда, тогда получается, что пока я с ним работаю, вполне логично с точки зрения программы, что никто с этим документом, кроме меня, работать не будет. Вот посмотрите, я пока объясняла, запустила программу еще по другим пользователям, ну вот под администратором. Видите документ, хотя у администратора полные права, документ, как я сказала, будет видно сразу по шрифту, он такой блёкленький, серенький, вот он приказик о примировании. Так, сейчас, секундочку. В дальнейшем, в дальнейшем, только единственное, я уточню, у меня и у Малаховой полные права, и, соответственно, у администратора тоже полные права. Если я с документом больше работать не собираюсь вот с этим файлом, то тогда я просто говорю, что я хочу закончить, и мне требуется внести краткие изменения, ну, например, квартал. Ну, например, квартал. Далее, ну, вот опять же, чтобы показать, мне надо еще что-нибудь здесь написать. Я думаю, в контексте того, что у нас с вами сейчас происходит, я, наверное, напишу так. Да, всех нам не жалко, благо, это виртуальное, и, соответственно, да, господин Данилов нам с вами ничего не скажет. Сохраняю, и, опять же, обратите внимание, можно точно так же закончить редактирование через правую клавишу мыши, ну, или через кнопку «Еще». Ну, допустим, «ФИО». Я думаю, нам с вами этого хватит, у нас все-таки разговор о шаблонах, о файлах, и никак не машинопись на компьютере. Зачем мне все это было нужно? И напомню, что рассматриваем мы с вами работу с шаблонами файла в контексте возможностей программы. Ну, так вот. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, вообще плюсы огромные, то, что можно сделать прямо в 1С файл на основе шаблона. Но если с этим файлом работает несколько человек, получается, первый плюс мы с вами видим, документ блокируется для других пользователей, и, в общем-то, если мы случайно забудем, забудем закончить редактирование программы, об этом предупредит. Это, собственно, второе. Но самая интересная возможность, когда речь идет о файлах, это, конечно, так называемая версионирование. Файл не функционирует. Каждый раз, каждый раз, когда кто-то из сотрудников открывает файл, вносит изменения, неважно какие, при заканчивании редактирования, то есть когда говорим, что надо закончить редактирование, неважно каким путем, то ли через правую клавишу мыши, то ли, как видите, вот можно клавиатурой, то ли через кнопку еще, то ли вот она, кнопка закончить, на панели инструментов сохранения файла появляется окошко, в которое вносятся изменения. Вот зачем сие нужно? Потому что в любой момент потом можно открыть карточку файла. Карточка файла открывается либо через правую клавишу мышки, либо через кнопку еще. И что для нас с вами есть полезного в карточке файла? Так, сейчас, секундочку, я все-таки масштаб для всех окошко увеличу, чтобы лучше было видно. В карточке файла, помимо той самой служебной информации, а здесь вот видите, после сохранения она показала, да, в какой папке, какой там условный код ей присвоен этому файлу, какое расширение, размер, и самое важное, вот этот флаг хранить в версии. Вверху служебной карточки файла присутствует теперь ссылочка в версии, и здесь, как видите, вот все мое высокохудожественное творчество. То есть, если бы с документом работали разные сотрудники, да, то в данном случае было бы четко видно, кто работал над документом. Ну, у меня, как видите, вот одна Малахова трудилась в поте лица. Далее видна дата и время. Дата и время. Ну, время, обратите внимание, когда мы сохраняем с вами файл и какие-то комментарии. Значит, у программы есть очень полезная для нашей работы функция. Это так называемое версионирование. То есть, можно сохранять энное количество версий. Последняя версия по умолчанию считается активной. То есть, если кто-то из сотрудников, если кто-то из сотрудников решит по каким-то причинам поработать с этим файлом, то по умолчанию этому сотруднику откроется последний вариант. Вот самый-самый распоследний сейчас. Хорошо, опять же я. Ну, не совсем корректно. Сразу уточню. Все-таки у меня сейчас сети в документообороте в чистом виде нет. Поэтому, но все-таки, если вот некий там условный администратор сейчас зайдет, вот он, приказ о премьировании. Смотрите, если я его открою для просмотра, вот он, видите, с моей абракадаброй. То есть, откроется последний документ. Сейчас одно я его еще и подредактирую от имени администратора. Что-нибудь такое коротенькое. И точно так же заканчиваем редактированием. Значит, что у нас, повторяю, в итоге получается, получается, что в карточке файла у нас есть возможность, есть возможность получить доступ к разным версиям файла. Вот смотрите, я от имени администратора там что-то дописала, сохранила. И опять же, последняя версия по умолчанию считается активной. То есть, все ее будут видеть. И, соответственно, комментарий нужен для чего? Для того, чтобы в списке можно было сориентироваться. То есть, точно так же вспомните, вот мы с вами, когда работаем в Ворде, если что-то проверяется, ну, я могу сказать со своей стороны, как преподаватель, да, когда проверяются всевозможные там курсовые работы, то, соответственно, в том же Ворде можно великолепнейшим образом писать примечания. Ну, здесь вот немножечко иначе, то есть, ну, это какое-то вот примечание к тем изменениям, которые были внесены в файл. Что нам это дает? Ведь все бывает в этой жизни, бывает, когда делали-делали, потом поняли, что нет, этот вариант, он не очень удачен, был удачный вариант предыдущий, значит, тогда-тогда мы любой из версий можем с вами великолепным образом сделать активный, то есть, видите, что я сделала сейчас, и вот как программа показывает. И что получается в данном конкретном случае? Сейчас, секундочку, мне надо просто, поскольку я не в сети, то, соответственно, да, еще разочек перезайте под именем администратора. Вот он, все тот же приказ о примировании. Открывает, опять же, какой-то там условный другой сотрудник, и, как видите, уже без моей абракадабры и без каких-нибудь дописательств. То есть, по умолчанию активную версию будут видеть другие сотрудники, открыв документ либо для просмотра, либо для редактира. Что еще здесь удобно? Ну, вот, когда просматривается, соответственно, можно либо двойным щелчком про строчки, по строчке открыть и просмотреть какую-то версию, либо есть кнопочка открыть версию, здесь кому как удобнее. Передумать и сделать активной другую версию тоже можно, как видите, без проблем. То есть, вот я сейчас сижу и развлекаюсь, видите, она более поздняя версия показывает, как подчиненные активной. Ну, вот здесь вот насколько это комфортно кому-то будет, может быть, это и не так плохо, может быть, это и не так плохо, потому что в противном случае вы представляете, если это какой-то проект, например, и над ним работает достаточно продолжительное время, энное количество сотрудников, количество версий здесь, естественно, уже у нас с вами будет зашкаливать. если какая-то версия не устраивает, то, как видите, ее можно удалить, ну, стандартно, то есть, вот оно, но еще интересен очень функционал, это, конечно, сравнение версий, то есть, в частности, вот здесь вот есть кнопка, которая называется показать отличия, сейчас долго думать, к сожалению, и программа нам с вами может средствами Word сравнить версии и показать, какие были изменения. Ну, вот она мне уже Word запустила, и вот смотрите, что имеет место быть, вот я вижу, что удалено, что вставлено, то есть, вот в данном случае вот они мои изыски, вот я вставляла опримирование, правильно же, точно так же, точно так же, сейчас, секунду, я могу, если надо, выделить, например, определенные версии, упс, увлеклась, простите, и тогда, тогда, смотрите, вот здесь вот, конечно, наверно, не есть хорошо, что она долго думает, но, к сожалению, это всегда такая постановка вопроса, думает, думает, опять же, запускает Word, но, посмотрите, выделила я две, она мне показывает все, хотя выделяла две, ну, вот здесь некий такой момент некомфортности, он, конечно, присутствует, мы, вот эти с вами версии, смотрите, можем сохранять, можем сохранять, то есть, здесь, опять же, никаких ограничений нет, и вот, как, кто-то называет глаз, кто-то называет список, вот эту кнопку, да, здесь уже просто внешний вид, то есть, как программа будет показывать нам, в частности, список версий, вот, смотрите, я сейчас просто список включила, а гораздо комфортнее то, что имеет место быть, то, что я вам перед этим показывала, это, конечно же, версии. Вот, версионирование файлов, безумно удобная вещь, безумно удобная вещь, включается это по умолчанию в настройках, то есть, когда мы с вами настраиваем программу на ведение учета, в частности, здесь вот на, в разделе, сейчас покажу еще разочек, на всякий случай, раздел главная, команда настройки программы, и, собственно говоря, общие настройки, здесь просто ставится флаг версионирования объекта. Ну, вот это версионирование можно дополнительно настроить, посмотрите, то есть, можно настроить отдельно для разных видов документов, когда программа будет сохранять версии, как видите, то есть, для внутренних, еще входящих, исходящих, можно настроить для бизнес-процессов, можно установить, как видите, когда будет происходить сохранение версии, ну, и установить срок хранения версии, по умолчанию, кстати, срок хранения бессрочный, но, естественно, здесь все это можно изменить. Функция, но, с моей точки зрения, ей вообще цены нет, и возможности работать с шаблонами, и создавать документы на основе шаблонов, и, соответственно, соответственно, что нам это даст в дальнейшем. А в дальнейшем, вот с этими файлами, ну, собственно, я начала как раз приказа по одной простой причине, потому что с этими файлами мы потом можем поступать, как с любыми другими документами. То есть, в частности, смотрите, я могу создать на основании моего этого шаблона внутренний документ, точнее, на основе моего файла, и мне программа открывает уже частично заполненный в моем случае внутренний документ, как видите, здесь вот уже в качестве вложенного файла лежит вот этот приказ о примировании. Мне остается только доделать этот документ, определиться с тем, где он у меня там будет располагаться, к каким вопросам будет относиться. Ну, и, собственно, ежели требуется, то еще и включить его в номенклатуру дел. Я, единственное, здесь не обращайте внимания, номенклатуру просто выбрала первую попавшуюся. То есть, это вариант первый. Это вариант первый. Далее, далее, вот поторопилась и, соответственно, некорректно указала. У меня, видите, тут ограничения в правах, соответственно, да, Малахова сейчас несколько пострадала. Далее, еще плюс огромнейший, когда речь идет непосредственно о документах, точнее, о файлах и, соответственно, это касается тех же файлов, которые мы создали на основе шаблона. Можно не просто, сейчас я извиняюсь, мне надо сделать поменьше, чтобы было удобнее показать. Можно не просто создать на основании документ, это целесообразно, скажем, в какой-то ситуации, если мне надо ознакомить группу сотрудников с этим документом, но я могу использовать простые бизнес процессы. То есть, у меня прямо на панели инструментов есть кнопка отправить, я могу определиться и отправить, например, на ознакомление, либо в данном случае, вот если у меня приказ подготовлен, то я могу отправить на утверждение тем же руководителем на согласование и так далее, и так далее, и так далее. Исходя из этих соображений, исходя из этих соображений, так, извините, придется мне отключить настройку прав, а то получается не очень удачно, я показываю, а в данном случае переделывать все права, не очень будет быстрая постановка вопроса, поэтому будет практичнее, если я просто их пока сниму ограничения. Соответственно, дальше я могу отправлять этот документ с помощью подсистемы задач и процессов. В частности, что получается, вот у меня, видите, уже четко видно, что идет совместная работа над документом. Если я захочу просмотреть, то я могу всегда открыть, например, карточку документа и посмотреть те процессы и задачи. И если, например, там условно это Данила взял и утвердил документ, я это тоже великолепным образом уже увижу у себя, но увижу, естественно, и на начальной странице мне придет ознакомление, что я должна ознакомиться. Но плюс огромное еще и в том, что если мне понадобится, я могу отправить, например, вот этот уже утвержденный приказ на ознакомление. На ознакомление я могу отправить абсолютно всем сотрудникам. здесь у меня никаких ограничений нет, то есть я вот сейчас отправлю вообще всем пользователям, мне не жалко. Вот, опять же, точно так же этот процесс стартуется, ну и увидеть я это всегда могу, но самый простой вариант это, конечно, если я открою карточку файла и зайду в процесс и задачи. Ну, кроме того, кроме того, естественно, есть стандартные возможности, то есть это посмотреть через совместную работу, вот видите, у меня всем пошли задачи, что они должны ознакомиться с приказом у премьер в моем случае, то есть исходя из всего вышесказанного. Ну, мое глубокое убеждение, что сама по себе мысль с хранилищем файла, она просто великолепна. У нас в любой организации, в любой организации есть документы, которые так или иначе нужны всем. И, как правило, скажем, если работа и специфика организации связана с какой-то сертификацией, как правило, начинают терроризировать сотрудников, которые этим занимаются, а никто не мешает мне это выложить в хранилище файлов в 1С в общий доступ. Конечно, это плюс огромнейший, но помним, что права ограничиваются и, соответственно, этот момент тоже надо учитывать при создании папок франилищ. Папк шаблонов файлов, она поставляется разработчикам, и когда мы с вами загружаем вот эти шаблоны, в дальнейшем их можно использовать великолепнейшим образом, и если все-таки мы с вами создаем какие-то файлы на основе шаблона, то тогда все-таки лучше следовать тому правилу, которое я озвучила изначально, то есть мы сначала выбираем папку, потом уже говорим, что нужно создать файл по шаблону, по шаблону, и никогда не надо пугаться того, что по умолчанию 1С в этом случае открывает именно служебную карточку, здесь никаких проблем нет, я вам показала более привычный вариант, то есть когда сразу же начала создавать уже файл на основе шаблона, вот сейчас, когда я вот еще раз хотела обратить ваше внимание, вы же видели, если мы соответственно по каким-то причинам отказались от открытия сразу же, то программа будет нам предлагать это по мере необходимости, ну и плюс еще конечно в том, что в дальнейшем вот эти созданные файлы можно сразу либо вложить в какие-то документы, либо использовать бизнес-процессы и отправить файл созданный на основе шаблона, на исполнение, на изнакомление, но здесь все стандартно, здесь ничего нового я для вас не озвучу. Единственное, что еще хотелось бы уточнить, ну вот в моем примере просто было всего три шаблона, ну вот у меня такая заготовочка все-таки не очень большая, в жизни у нас с вами вот этих шаблонов гораздо больше, гораздо больше, поэтому когда мы с вами загружаем, это касается и загрузки обычных файлов и загрузки шаблонов, суть от этого не меняется, у нас есть два варианта, либо загружаем файлы с диска, то есть хотим списком, хотим выборочное выделение, здесь в общем-то никаких ограничений нет, или что практичнее можно загружать с диска сразу папку целиком, сразу папку целиком, то есть никто мне не мешает поступить вот таким вот образом. Смотрите, что у меня получилось, у меня в папке шаблонов файлов появилась еще одна подпапка, но и чтобы мне не быть голословной, все-таки если я сейчас попытаюсь создать по шаблону только в этом случае, как видите, но у меня правда в содержимом отличия, к сожалению, нет, я могу уже видеть и под папку, то есть саму папку всегда идет, когда мы создаем файл на основе шаблона, всегда идет обращение именно к шаблону, к шаблону файлов, но можно и к каким-то подчиненным, то есть здесь для нас с вами никаких ограничений нет, ну и опять же вот сейчас последнее, что хотелось бы показать вот именно в контексте нашего с вами разговора, потому что функции реально удобные, к сожалению, ее используют далеко не везде, а мы вот на курсе как раз развлекаемся в том числе тем, что создаем файлы на основе шаблона. Есть такое дело в нашей жизни, я сейчас его сохраню, 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 соответственно, папочку в моем вводе, сейчас одну секунду, вот смотрите, значит, если я сейчас просто вот я говорю, чтобы мне не быть голословной, загружу еще раз всю ту же папку из диска свою, вот она у меня, грузится по умолчанию, вот она мне говорит, что уже 4 файла, точно так же меня спрашивают, буду ли я хранить версии, но суть от этого не меняется, она еще, видите, предупреждает, чтобы я не задвоила, ну, у меня свои корыстные цели показать, что я могу таким образом сделать, но на самом деле, просто, если вы грузите папки, будь тогда повнимательнее, в противном случае получится дубликат, ну, дубликат мы с вами естественно всегда можем стандартно пометить на удаление, потом удалить, и шаблоны, шаблоны, вот эти в процессе работы, потом использовать, ну, я не знаю, мне кажется, безумно комфортно, очень удобно, и никакой лишней головной боли, мне это правда не мешает, если вдруг понадобится, просто загрузить с диска какой-то файл, и с ним поработать, здесь нет никаких ограничений, естественно, но, если мы с вами все-таки говорим об автоматизации документа оборота, то использовать функцию работы с шаблонами однозначно имеет смысл, однозначно имеет смысл, кроме того, кроме того, еще и что для нас с вами важно, это то, что однозначно имеет включать возможность версионирования, однозначно, совершенно, это безумно комфортно для совместной работы с файлами, в данном случае, то, что я вам показывал как раз на примере о приказах о примировании, даже если мы с вами возьмем вот какой-то приказ, в условиях крупной организации в любом случае сначала кто-то из сотрудников должен подготовить, потом его нужно согласовать с руководителями линейного подразделения, потом его нужно утвердить, в частности, утвердить у руководителей, потом его нужно отправить на ознакомление с сотрудником, и все это программа позволяет сделать великолепнейшим образом и абсолютно не тратя каких-то лишнего времени и не расходуя лишних сил. ну вот собственно что касается вот этого функционала, ну вот смотрите, я даже не поленилась, честно говоря, в презентации, в презентации небольшие такие скриншоты вставила, то есть в частности вот к нашему с вами разговору о том, что могут храниться версии, ну и собственно если вам интересно, если все-таки вы хотите освоить программу документа оборот, вот у нас есть такой пользовательский курс, на котором мы будем очень рады вас видеть, ну и собственно ближайший курс собственно говоря у нас будет в ноябре, ну вот как-то так , у , в в